здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня у нас на рассмотрении очередная ручка шнайдер произведенная в китае скорее всего на которой написано что сделано в германии как вы можете видеть на красивой коробочке стоимость данного комплекта 924 рубля я покупал свое время сейчас уже может быть побольше не знаю точно по ссылочке пройдете но такая красивая коробочка на которой написано что это сделано с одной стороны в германии страны китайские иероглифы мы имеем на лицо тем не менее ручки шнайдер зарекомендовали себя довольно приятно вот предыдущие ручки вы видели и каких-то особых нареканий к ним не было здесь такая ручка два в одном это ручка чернильная и ручка такая гелевая и также набор картриджей который идет в комплекте давайте откроем посмотрим и проверим что это за ручка такая красивая вот она идет коробочка эта коробочка стороночку далее открываем крышечку еще одну и что мы тут имеем мы тут имеем во-первых набор картриджей набор картриджей ручку саму непосредственно вот она такая ручка белая с серым причем держатель такой софт-тач так называемый немножко прорезиненный совсем мягкий но не и не твердый как показалось бы так далее мы имеем вторую сменную насадку это кто кому не хочется писать чернилами тут можно спокойно открутить тело собственно ручки в которой есть место для запасного картриджа и поставить место это причем с этим же картриджем я уже открою вам секрет и этим пользовался поэтому сейчас вам покажу как они пишут далее в этой же упаковочке и собственно колпачок на ручку достаточно простой строгий дизайн мягкая булавочка закрывается довольно плотно опять же поэтому сейчас стороночку отложим пока пока это нам не нужно давайте посмотрим основные параметры ну скажем давайте чернильные ручки начнем вес этой ручки 16 9 грамм скажем в полном снаряжении но это тяжелее это самое давайте проверим для интереса сколько это будет весить хотя это тут картриджем но давайте картридж тоже поставим аккуратненько так 16 8 на 1 грамм немецкая точность китайского производства далее раз уж мы раскрутили стандартный картридж абсолютно можно использовать фирменные картриджи снайдера но это я думаю такой достаточно тоже стандартный на теле ручки опять же видим надпись сделано в германии снайдер перо как говорит продавец 0 5 миллиметров авторучка собственно это пластик полностью и перо собственно нержавеющая сталь опять же мне кажется что это больше предназначена для студентов потому что очень удобно писать и шариковой ручкой гелевой так сказать и шарик но она тоже шарик вариант шарик сейчас я вам все покажу дальше давайте посмотрим длина 146 и 4 миллиметра и диаметр самой широкой части не 13 и 8 миллиметров вот такие вот параметры у ручки посмотрим как она пишет возьмем нашу знаменитую тетрадку испытания на ручке так посмотрим что эта ручка шнайдер smart ну давайте попробуем написать стихи сегодня стихи детские всем понятны огня борту игра в слова называется игра в комментарии да я Продолжение следует... 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 аморфность асимметричность наиболее популярные версии начертания алифа возводится к рисунку бычьей головы то есть вот алиф рисовался у нас вот так вот отсюда пошла буква а старые и церковно-славянской письменности букву называлась аз об этом я уже говорил а кириллическое начертание букву а оно вот такое начертание в глаголице вообще вот такой вот это тоже буква зачертую и трактуют символическую связь с христианским крестом в численном значении буква а это по-старославянски тоже было один значит это числе раньше не писали не было цифр римских не арабских раньше все все цифры обозначались букв вот а соответственно это один ну я думаю для начала можно и остановиться на происхождении этой буквы можно посмотреть как она пишется в детских прописях как детей учат писать такие буквы вот я специально нашел такие прописи вот это как раз у нас буква а вот смотрите буква а пишется тут даже есть стрелки можно прописать специально для вас выполняем написание буква это а большая а вот это а маленькая в тетрадях обычно пишется вот так это печатная буква а вот это вот прописные вот эти упражнения выполняют дети для того чтобы научиться писать букву а вот буква а и и обозначающие его предмет а из как пишется большая буква а имеет вот такое написание начинается отсюда вот такие упражнения выполняем дети всегда у меня даже получается такое кому интересно может потренироваться образец есть поэтому пожалуйста пишите и наслаждайтесь русской буквой а кстати вот загадки которые можно отгадать кто это такой что за доктор у нас тут что здесь за рыба какое это фрукт и как зовут эту девочку это будет задание для наших итальянских друзей и посмотрим кто отгадает правильно ну на этом я хочу закончить сегодняшний урок достаточно такой легкий сегодня был и может быть быстрый но хочется как бы стать на такие рельсы достаточно периодичного издания поэтому будем пытаться что-то делать вот так более короткая но что-то с какими-то заданиями чтобы было интересно всем ну а на этом заканчиваем всем здоровья всем удачи до новых встреч в субтитрах